всем привет с вами снова виктор болит сегодня очень интересная тема одиночество сергея сенина хоть он был и в окружении очень многих людей порядочных и непорядочных и проходимцев всяких и алкоголики и наркоманов наверняка в то время тоже уже наркотики были везде в европе и в россии и также пьяницы гуляки и также конечно и порядочные люди он входил в различные клубы в различные дома где жила аристократия даже у царя был он в гостях то есть у него круг общения был огромный при огромный можно так по сегодняшним меркам сказать у него много было последователей любимцев кто его очень любил при жизни все равно он постоянно чувствовал себя одиноким в одиночестве он постоянно заводил какие-то новые романцы с одной женщиной с другой со второй с третьей с четвертым у него были дети везде там оставил там оставил там наследил и особо так он ни о ком не заботился заводил романцы потом через пару лет цвета брошал и его как-то интересовало только своя личная жизнь которая тоже по сути никак не складывалась и вот его одиночество я постоянно над этим тоже задумываюсь да то есть такой человек очень интеллектуальный развитые талантливые но они и сегодня тоже эти люди одиноки если вы может быть имеете кого-нибудь из вашего окружения подобных людей заметите что у них такие немножко нарцисские эгоистические такие характеры и как правило они одиноки потому что они не могут поддерживать такую тесную дружбу с кем-либо в отдельности взятым каком-то человеком в общем они так как бы общительные коммуникабельные но в душе они все одинокие и вот даже михаил лермонтов и другие писатели зайдите в интернет я эту тему и одиночество уже давно исследую все писали про одиночество ну и я тоже когда был молодой тоже чувствовал себя иногда одиноким это нормально так каждый человек чувствует себя иногда одиноким и у меня тоже были посвящены стихотворения на эту тему как-нибудь в другой раз ну а сегодня хотел бы вам лермонтова процитировать что он думал по поводу одиночества в 1830 году вот он говорит как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить делить веселье все готовы никто не хочет грусти ли один я здесь как царь воздушные страдания в сердце стеснены и вижу как судьбе послушно года уходят будто сны и вновь приходят с позвращенной на той же старой мечтой и вижу гроб уединенные он ждет что ж медлить над землей никто о том не покрушится и будут я уверен в том а смерти больше веселиться чем рождение моем вот это у него конкретная был один депрессия до в этот момент потому что лермонтов все ж таки такое тоже любимец публики известный человек на всю россию и вот у него такой момент был в 1830 году кризис у него был дух и духовные душевные пишет как страстно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить огромное количество поклонников везде все его любили как влачить да как будто он один вот такой где-то в какой-то заброшенной деревне жил нет он жил в центре россии делить веселье все готовы но пьянки гулянки как из есенина мы видим все готовы были особенно когда он был при деньгах но все его дружненько поддерживали давай сереженька там заплати пошли поедем туда поедем сюда на те квартиры на эти квартиры все готовы были никто не хочет груз делить но когда есенина было плохо никого не было рядом а если был кто-то рядом то были неправильные друзья которые его никак не мотивировали а демотивировали вот даже в последнюю последние часы его жизни кто был с ним рядом какие-то комиссары там или кто еще одну сейчас точно не знаем но это были конкретно не друзья его один я здесь как царь воздушный значит один он здесь как царь ну все ж таки царем себя чувствовал и это уже хорошо было такое такая самооценка да если чувствуешь себя царем то это как бы здорово страдания в сердце стеснены опять же страдаешь при этом и вижу как судьбе послушно года уходят будто сны и синим часто тоже писал не жалея не не зову не плачу да все проходит и вот это у любого человека вот я тоже уже прожил 60 лет жизнь как бы года уходят жизнь проходит большая часть жизни уже прожито но все равно я не жалею не об одном прожитом дне то есть каждый день для меня он в радость и вновь приходят с позвращенной на той же старой мечтой и вижу гроб уединенные ну да гроб уединенные наверное он присутствовал при каких-то похоронах своих друзей и конечно мог себе представить что в один прекрасный день и он тоже будет лежать в таком гробу но мы тоже когда бываем на похоронах тоже видим наверное задумываемся тоже своей жизни особенно когда если нам уже там по 60 по 70 лет это нормальное состояние он ждет что же медлить над землей ну медлить медлить поживи еще радуйся жизни казалось бы нет вот не надо медлить да то есть поскорее уйти но это не особо хорошее желание это показывает о том что человек одинокий в депрессии и тоже ему так тяжело живется на этой земле никто о том не покрушится и будут я уверен в том о смерти больше веселиться чем о рождении моем но опять же зверьте такие что у него плохие друзья только вокруг него были как у вокруг есенина да никто не вспомнит обо мне и так далее и тому подобное то есть конечно многие сокрушались многие переживали по сегодняшний день мы любим лермонтова мы любим есенина памятники мы поставили если бы он сейчас видел что памятник сколько там на ютюбе роликов снята про есенина то есть один из самых любимых поэтов россии это есенин сергей есенин но михаил лермонтов тоже там стоит во главе как со списка в десятку входит самых лучших поэтов россии и всего мира кстати до лермонтова и на западе здесь любят уважает и стене есенина тоже ну это нужно отдать должное просто такие личности знаете у которой талантливые популярные у них кризисы такие наступают время от времени и если не держать этот кризис как в узде как коня такого мощного то это приводит плохим последствием как у есенина человек начинает пить потом спивается потом неправильные друзья и в итоге жизнь кончается так вот ну а смерти мы не веселимся есенина наоборот переживаем и о рождении его все вспоминают то есть хороший был человек сергей есенин и лермонтов михаил конечно тоже вот такой вот ролик я снял для вас чтобы вы задумались почему это с ним так происходило что это очень такая неординарная фигурки сергей есенин очень как алмаз знаете у алмаза очень много граней со всех сторон поэтому нельзя рассматривать как никто гид вот гуляка и алкаш пьяница это неправильно хорошо посмотрите тоже видео сейчас мои стихи в исполнении в моем кгц есенинский и я вас предлагаю подписаться на мой канал а Продолжение следует...